Женьминжибая, Китай. Обучение в России. Один пояс, один путь. Фаньжуй. Женьминжибая, Китай. 26 августа 2018 года. Что первое приходит в голову, когда говорят о России? Традиция хлопать в ладоши после удачной посадки самолета. Или, может, водка. После того, как Китаем была выдвинута концепция один пояс, один путь, все больше и больше китайских студентов отправляются учиться в Россию. На мой взгляд, это объясняется двумя причинами. Первая, в России более низкая стоимость обучения, чем в таких популярных для иностранных студентов странах, как США или Великобритания. Именно поэтому для многих китайских семей обучение в России обусловлено экономическим фактором. Вторая причина – это развитие концепции «один пояс, один путь», в рамках которой владение русским языком становится чрезвычайно перспективным. После десяти месяцев обучения в России мне стало ясно, что впечатления от увиденного здесь, одновременно и совпадали, и различалось с моими первоначальными представлениями об этой стране. Я приехала по обмену в Московский государственный лингвистический университет, один из первых университетов России, который считается очень престижным среди лингвистических вузов страны. Из-за того, что сюда каждый год приезжает много студентов со всего мира, можно сказать, что система обучения иностранцев в этом вузе уже достигла идеала. Учебные планы составлены по всем научным критериям, студенты могут сами выбирать интересующие их курсы. В обязательную программу входит разговорный русский язык, грамматика русского языка, русская культура и так далее. Пройдя все эти курсы, я заметила, что стало лучше понимать русскую речь, лучше говорить по-русски, глубже понимать русскую культуру. Сегодня в России все больше молодых людей хотят изучать китайский язык. Из-за того, что я училась именно в лингвистическом университете, я часто видела русских студентов, специализирующихся на Китае. На вопрос про китайский язык все отвечали, что, несмотря на всю его сложность, они учатся с большим удовольствием. Кроме того, русским студентам очень интересна китайская культура. Сейчас в России многие семьи приглашают китайцев, чтобы они обучали детей китайскому языку с самого раннего возраста. Китайский язык в России действительно очень распространен. На улице часто можно встретить человека, говорящего по-китайски. Помимо этого, китайская кухня очень популярна в России. Свобод повышения уровня разговорного языка – лишь один из больших плюсов обучения в России. Я ходила на концерты, смотрела балет, отмечала с друзьями традиционные праздники. К тому же, я сама узнавала, что в России думают о Китае. В процессе общения мы обменивались новыми идеями и свежими мыслями. Все это я считаю уникальным опытом. Мое обучение в России пролетело незаметно. Конечно же, я буду очень скучать по этой стране. Я надеюсь, что у меня будет возможность вернуться сюда снова и что еще больше людей смогут насладиться чудесными пейзажами этой прекрасной страны. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.